Попасть в бар «Бильярд Корона» простым людям совсем непросто. Пропускали только проверенных, постоянных клиентов. Входная дверь всегда была закрыта, вход просматривался при помощи камер видеонаблюдения. Охранник заведения решал, впускать в зал посетителя или нет. В ходе спецоперации в двух просторных залах заведения сотрудники полиции не обнаружили ни одного бильярдного стола. В помещении были установлены только многочисленные игровые автоматы. Бар с алкогольными напитками в заведении был, но у администрации не оказалось лицензии на право реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в период майских праздников проведен комплекс мероприятий, в результате которых пресечена деятельность зала игровых автоматов, расположенного по проспекту текстильщиков нашего города. В ходе мероприятий в данном помещении было изъято 30 единиц игрового оборудования, которые были оснащены купюроприемниками. Изъятое оборудование направлено на исследование, в ходе которого эксперты ответят на вопрос о принципе действия этого оборудования, является ли оно игровым. По результатам исследования будет принято решение согласно действующему законодательству. Полиция обнаружила папку, в которой были собраны фотоизображения различных посетителей с пометками относительно их поведения. На фото некоторых было помечено «вход закрыт», на других «оказывать повышенное внимание» и так далее. Установленные аппараты для организации игры были оборудованы купюроприемниками. Кнопки на оборудовании говорили сами за себя. Старт, забрать выигрыш, максимальная ставка. Интерьер комнаты должен был создавать атмосферу игорного заведения. Даже на стене красовалась надпись на английском языке «казино». В настоящее время 30 изъятых игровых автоматов направлены на экспертизу. Сейчас в полиции по фактам нарушения требований федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации проведения азартных игр проводятся проверки. Впоследствии собранные полицейские материалы будут переданы в следственные органы. Субтитры создавал DimaTorzok